привет всем привет мой котеночек у меня на тумбочке есть какая-то но это моя твоя ульи а вот открой тумбочку вот эту белую там привет друзья мы сегодня уже здоровались во влога артема а в мой влог нет кстати уже пятый день сегодня как артем каждый день снимать влоги если вы пропустили то можете посмотреть потому что мне самой очень непривычно видеть как тема влоги снимает но пока мы были в таком состоянии не очень это единственное что у него получалось снимать поэтому он это делал даже один день когда мне было очень плохо тема снимал вместо меня себе влог потому что у меня не получалось вот иди ко мне как ты себя чувствуешь у меня горло палит если честно очень сильно я не знаю почему мне прям очень сильно вот так немножко лучше он сегодня чуть проще но теме только горло болит сильнее чем вчера проснулась сегодня первый раз без температуры и это такое счастье просто невероятное нам все еще не пришел тест но результат ждем все сейчас пойдем умываться утренние умывалки тема хочет снять себе на влог поэтому я не буду воровать его контент и если хотите посмотреть как мы сейчас будем мыть наши мочки вместе то можете уйдем и глянуть я только что ну как только что минут 30 назад опубликовала влог новый там где мы сдавали тест и я просто не знаю я не знаю что происходит с вами и как ну типа как мои подписчики нормальные вроде адекватные люди превратились в тех кто ищет в каждом моем слове подвох и тупо хейтеров просто просто настолько резко как только сказала что мы типа подозреваем коронавирус это все сразу такая трагедия произошла я действительно удивляюсь тому почему на в инстаграме люди настолько добрее чем в ютюбе либо это тупо разные люди либо люди просто по-разному себя проявляют на двух платформах в инстаграме нормально люди поддерживают желают там быстро и все дела ну то есть нормальные слова пишут приятно очень спасибо в ютюбе комментариях просто пипец что происходит я реально просто хочу закрыть потому что у меня это дико бесит я не знаю я не хочу читать какие-то конкретные комментарии но просто очень много людей говорят что мы притворяемся что у нас вообще что нам норм и мы делаем из этого какую-то большую драму и притворяемся что нам намного хуже чем есть на самом деле очень много под именно этим влогом развилось комментариев о том что утром я говорила шепотом типа у меня был хриплый голос и не говорить а потом я вышла из больницы и все у меня стало нормально ребят да у меня все стало нормально я утром реально не могла разговаривать мы ехали сдавать тест спустя где-то полтора часа после того как проснулись я все утро не говорила потому что мне действительно очень болело горло я его накашляла так что я не могла тупо говорить мы приехали в лабораторию меня там не было выбора мне надо было разговаривать потому что мне надо было объяснить зачем я сюда пришла куда мне пройти узнать мне показали что сделать то же самое артем сделать да я говорила вот так вот хриплым голосом но пока я это разговаривала и делала и старалась у меня голос прорезался так бывает прикиньте и не говорите мне что вас ни разу в жизни этого не было пожалуйста не делайте из меня дуру у всех так это работает если у вас сел голос или на хрип вы чуть-чуть поговорите это будет больно но голос прорежется это норм у меня произошло то же самое я поговорила голос у меня чуть-чуть появился и все началось ты притворялась зачем ты делала утром вид что ты не могла разговаривать если ты потом нормально разговаривала я умываю руки ребят у меня нет слов просто я не хочу оправдываться и объяснять вам что и как и зачем я реально знаю что мне было херово мне было очень херово ровно настолько насколько я это вам показывала не меньше не больше если вам показалось что где-то утрируют то ребят вам показалось я на самом деле так себе чувствую на самом деле так об этом и рассуждаю я не делаю что-то для того чтобы во влоге вам показать что ой боже мне так херово на самом деле потом выключаю камеру типа все нет это так не работает у меня по крайней мере это так не работает я так не могу не умею некоторые люди вообще такое впечатление что взяли для себя челлендж какой-то доказать что у маши с артёмом не коронавирус ребят мы болеем болели много раз за свою жизнь разные урв и там вирусниками и так далее мы прекрасно понимаем как мы себя обычно в это время чувствуем сейчас мы понимаем то что это необычное урв и это не просто какая-то тупо простуда потому что это совершенно иначе и если вам кажется что наших слов недостаточно подождите результаты теста хорошо но я говорю что у меня к вид потому что я чувствую что у меня к вид и и да окей придет тест я вам скажу что это к вид вам сильно легче от этого станет или нет и вы не думайте что я вижу это как какой-то способ хайпа или какой-то я не знаю типа достоинства привилегия типа вау у меня коронавирус вау я переболела коронавирусом нет это херня ребят это болезнь это заболевание которое передается которое может привести к летальному исходу если заразить людей из группы риска я все это прекрасно понимаю почему вы пытаетесь меня как-то в чем-то переубедить что-то мне доказать или я не знаю я не пытаюсь на этом хайпится я пытаюсь вам показать что такое коронавирус потому что я почти уверена что это он поэтому я и говорю что это коронавирус потому что обычно такого раньше никогда не было понимаете никто из нас не утрирует симптомы не придумывает другие мы показываем вам все ровно так как есть на самом деле у меня сейчас просто какой-то поток неслаженных мыслей потому что слишком много всего мне сейчас пробомбила после прочитанных комментариев вот как что должно быть в голове у таких людей я не понимаю реально не понимаю поэтому ребят я вам желаю только здоровья желаю вам критического мышления и желаю вам беречь просто себя себя и своих близких берегите не забывайте о том что коронавирус все таки существует как никак и это не проплаченная фраза господи боже мой тест мы еще результат мы еще не получили хотя уже вечер я слежу за обновлениями на почте мне ничего еще не пришло пожалуйста анализируйте всю информацию которая к вам поступает и вы имеете право делать что угодно с этой информацией верьте в нее не верьте в нее но пожалуйста не надо рассказывать мне как мне себя чувствовать как мне себя вести что мне говорить что мне не говорить я прекрасно сама знаю как мне лучше это делать самостоятельно без ваших советов без ваших не знаю комментариев по этому поводу просто если у вас есть какие-то негативные мысли по поводу чего-либо позже оставляйте их при себе пожалуйста зачем вы засираете комментарии я не понимаю вот самый популярный комментарий под этим видео интересно почему после сдачи теста у маши появился голос даже не знаю даже не знаю просто такое впечатление что каждое мое видео последние дни это загадка для шерлоков холмсов типа угадай в каком месте маша пытается обмануть хотя на самом деле загадки то никакой нет на нигде не пытается обмануть а все пытаются в этом найти какой-то подвох какую-то жопу что-то еще я не знаю ой ребят спасибо всем адекватным кто там есть вот вы знаете что это я сейчас про вас спасибо вам надеюсь что у вас все хорошо и у всех остальных пушка у вас у всех все будет хорошо не знаю я сейчас хочу посмотреть фильм с осей парфюмер и надо мне сейчас еще температуру померить такое витамины выпить свои тема играет с илюшей в героев мечей магии на компе у них я сейчас хочу еще конфетки расфасовать пакетиком завтра день святого николая мне пришло только что уведомление что готов результат теста моего сейчас я зайду проверить его теме еще не пришло ну не знаю мне кажется если не пришел то теме может течение пары минут тоже должен ну друзья что исследовала доказать пожалуйста мы заходим плр коронавирус что-то там соскоб какой-то там выявлено это значит обнаружен вот это что я не знаю что это тут значит какой мне нагрузка в общем это надо чтоб я сейчас доктору скинула мне объяснить что то что тут написано а вот это вот пожалуйста все кто не верил вот к сожалению все таки к сожалению это коронавирус но теперь мне спокойнее потому что я хотя бы знаю что что это на сто процентов такое ну что как тебе результаты тебе не пришел еще нет что но не выявлено я не смотрел просто да посмотри проверь да я просто сейчас рада потому что нас перестанут обвинять в плане сейчас скажу я читал комментарии там просто трясняк такое ощущение будто бы люди думают что нам по приколу всем рассказать потому что мы вот болеем что ребят давайте теперь о приятном если вы помните недавно мы с ребятами провели тайного санту если вдруг кто не знает что это мы обменялись именами друг друга анонимно и таким образом мы решили кто кому подарит какой прикольный подарочек на новый год и на день святого николая то есть каждый из нас вытянул из мешочка бумажечку на которой было написано имя кого-то из нашего дома и мы никому не говорили какое-то имя соответственно должны и втихаря подготовить подарки для этого человека на два праздника точнее два разных человека то есть на один праздник у тебя один человек на другой праздник у тебя другой человек мы два раза тянули и таким образом каждый из нас будет с каким-то милым подарочком в этот день в эти дни и никто не останется у нас обиженным вот так так что я сейчас вам покажу что я подготовила для своего человечка даже не одного в этот что мне тут с челкой в этот чудесный день завтра день святого николая я уже этой ночью по сути надо прятать подарки еще сразу через пару дней после того как мы вытянули вот эти вот все имена я купила все что мне было нужно потому что обычно я просто всегда откладывала подарки на последний момент а сейчас поняла в этом году слава богу что откладывать не стоит лучше делать это сразу мне тогда будет проще и я на самом деле не погорячилась потому что у нас случился коронавирус соответственно если бы я не сделал этого заранее то пришлось бы оставить кого то без подарка так что я очень рада что мне хватило мозгов и сделать это еще сразу тогда мне попался в этой игре именно на день святого николая человечек по имени Ася я говорю тихо потому что в доме еще есть люди и соответственно я еще теме естественно подарки делаю на день святого николая потому что ну как я что ему оставлю без подарка в прошлом году потому что я ему до день святого николая ничего не подарила и вот и меня так обиделся мне не стало так жалко я решила в этом году справиться и илюша не захотел с нами играть в эту игру но мы с ребятами решили не оставлять илюшу без подарка в этот чудесный день и тоже для него подготовили кое-какие вкусняшки еще сейчас я вам все покажу я прятала тупо пакет со сладостями у себя в шкафу в течение наверное двух недель я еще надеялась волновалась чтобы ничего не испортилось но тут вроде все такое что не портится только вот мандарины у нас свежие которые не так давно мы просили ребят купить так что с мандаринами точно все нормально все остальное в порядке не переживайте короче у меня тут три пакетика вот это будет для артема вот это будет для илюшки и вот это будет для вот это вот все мы с ребятами ну типа посоветовались что и как это мы вместе подобрали а это я уже выбирала сама тут такие странные неравномерные кучи но вы не переживайте все норм это любимые конфеты артема но одни из любимых они у него ассоциируются с детством поэтому я их взяла тут скитлс м н дэмс киткат таблерон шоколад дед мороз шоколадный этот харибо кока-кола вот такие штучки и еще вот такие жилейки сникерс мамба миллер баунти киндер джой вот такой еще киндер принглс они без наполнителя это оригинал просто из-за новогодней упаковки взяла и просто чипсики все любят и три больших вкусных мандарины вот такой будет состоять пакет чем и для темы от меня дальше у нас идет илюшка для илюшки мы взяли вот такую пачку это его любимые хлопья которые часто кушает с молоком м м дэмсик хиткат потому что киткат все любят именем все любят кому мы решили прикольнуться у илюхи последнее время траблы с носками он то один не может найти то какой-то дырял и мы решили две пары носков подогнать мне кажется он посмеется и все равно носки все любят да ведь правда все же любят носки тоже шоколадный дед мороз этот киндер сюрприз ну фокус можно вот такой я просто не знаю кто журналистом а нормально ты испугал что и девчачьи взяла этот киндер вот такой в палочках и тоже мандарины так что илюшка у нас не будет не останется обиженным короче и для оси ящина прям самую большую кучу набрала так получилось я надеюсь она не услышала она в соседней комнате ребят если ты услышала забудь у нас тут вот такой домик подарочный со всякими вкусняшками киндеровскими вот такой наборчик киндер буэ но я просто знаю что ася очень любит всякие киндеровские штуки я решила их взять дальше у нас идет шоколадный тоже вот эта штучка вот-вот я знаю тоже что она любит эти конфеты вот такой еще киндер у нас мандаринки тоже лакрица такая тоже харьба желеете это тоже чипщики мандаринки еще дед мороз шоколадный и киндер джой и еще я взяла вот такую свечечку она вкусненько пахнет и знаю что ася очень любит свечки поэтому думаю ей понравится все теперь надо это все расфасовать по пакетам и завтра подарить мы договорились с ребятами завтра в 10 часов утра встретиться на первом этаже и там мы обменяемся подарками нам же нужно будет попробовать угадать от кого кому какой подарок пришел я кстати не знаю кому попалась я и кто будет что мне дарить я думаю тёма по любому конфеты мне какие-то подарят я потому что знаю он уже спалился он мне уже сказал и все остальные не знаю кто кому интересно в общем это очень волонительно таймли санта это интересно и потом еще новый год мы будем делать то же самое только там уже прям с подарками будет и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 знаешь не то, он самый шарм, когда ты утром вот это под подушку, а то молоденько а там конфетки должны быть вот так, вот все, увидим же с вами новом ноге уже в следующий день, а вас еще раз с праздничком